Дарья Ковалевская Просвятительский проект «Моя Россия. Музыкальные путешествия» приглашает погрузиться в жизнь и творчество великих композиторов вместе с телеведущей Оксаной Федоровой. Экспозиция «Мосты истории. Связь городов и поколений», посвященная землякам-героям, ждет посетителей в Музее Победы. А теперь более подробно об этих и других новостях. Форум «Внутренняя русофобия» как главная угроза российской государственности, организатором которого выступила гражданская инициатива «Русский союз» прошел в Москве. Подробности в следующем сюжете. Представители патриотических организаций, ученые, журналисты, деятели культуры приняли участие в работе форума «Внутренняя русофобия» как главная угроза российской государственности. Основной темой обсуждения стала мобилизация русского гражданского общества в условиях глобальной цивилизационной войны, развязанной Западом против России. То, что происходит сейчас, а сейчас мы можем говорить о очевидной истерике, на самом деле не возникает на пустом месте. Это просто интенсифицированная версия того, что мы наблюдаем уже больше десятилетия. С этой точки зрения, конечно же, распространенность этого термина – это некий симптом, симптом состояния дел в мире. Но, с другой стороны, надо отметить и следующее, что распространение самого термина является положительным прежде всего для нас самих. Как противостоять проявлениям внутренней русофобии, что подрывает устои российского государства и мешает взаимодействию патриотических сил с государственными органами? На эти и другие вопросы отвечали эксперты и гости форума. В открытом военном противоборстве внешняя русофобия будет разбита. Гораздо страшнее та русофобия, которая существует внутри нашего общества. Омерзительнейшая фраза «стыдно быть русским» изобретена вовсе не сегодняшними миротворцами. Ее впервые ввел в оборот революционер и социалист Александр Герцин, которому покровительствовал Ротшильд. Внутрероссийская русофобия отказывает России и русскому народу прежде всего по вопросу о самобытности. По результатам работы форума было подготовлено обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину от имени Патриотической общественности России. Организатором форума выступила гражданская инициатива «Русский союз» при поддержке Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Всемирный день театра вновь объединил артистов и зрителей, подарив возможность не только насладиться актерской игрой, но и больше узнать о закулисной жизни театра. Ведь этот профессиональный праздник отмечают и театральные художники, светотехники, звукоинженеры, гримеры и другие деятели искусства. Всемирный день театра отмечают с 1961 года. 27 марта по всему миру проходят театральные фестивали, тематические выставки, спектакли и экскурсии. Традиционно в этот день выручают крупные театральные премии и показывают премьерные спектакли. Зрители могут посмотреть на любимых актеров на сцене и лично встретиться с ними, а иногда и заглянуть за кулисы. Московский академический театр «Сатиры» подготовил в этом году не только особенную программу для всех ценителей искусства, но и специальный тизер, в котором артисты театра вместе с его художественным руководителем Сергеем Газаровым поздравили коллег и зрителей с этим прекрасным днем. Я считаю, что театр отличается от всех остальных искусств, работ, направлений, не знаю, как еще сказать, всего, наверное, тем, что каждый день мы можем жить по-разному, в одном и том же, по-разному. Это такое благородное сумасшествие. Театр был, театр будет жить. Всем быть счастливыми, здоровыми. С днем театра! Театр – это радость, это надежда, это счастье. Действовать, действовать на сцене. Вот так отмечать этот день театра. Ходите в театр, потому что любой поход – это радость. Только здесь мы можем прожить жизнь дольше и больше отпущенной нам. Только здесь. С праздником, мои дорогие! Помимо живых выступлений, зрители ждали прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций. Вы сейчас в открытом доступе можете найти статьи о театре, архивные записи спектаклей и интервью с известными актерами и режиссерами. Ведь день театра должен быть как можно чаще. Миссия, миссия и деятели искусства, и деятели театра, и деятели прозы – не забывать. Слова Тургенева, который говорил о том, что русский язык всеобъемлич. Он в себе содержит и музыку, и красоту итальянского, и лаконичность немецкого. Только нужно учиться на нем говорить. Театр помогает не потерять себя в период испытаний, становится опорой и поддержкой. Театр – это целая жизнь, место, где можно по-настоящему прикоснуться к искусству. Экспозиция «Мосты истории. Связь городов и поколений», посвященная землякам-героям, ждет посетителей в Музее Победы. Подробности в репортаже Екатерины Матвеевой. Специалисты Московской и Бесланских школ на протяжении нескольких лет собирали и продолжают собирать материал о героях-земляках, которые внесли огромный вклад в Великую Победу. «Мосты истории. Связь городов и поколений» – так называется экспозиция, которая открылась в Музее Победы. Гости смогут увидеть портреты летчиков, которые создал народный художник России, майор авиации Анатолий Яр Кравченко. Он воевал на Ленинградском фронте и одновременно был художником редакции «Армейской газеты». В выставку вошла и открытка, которую он прислал в 1944 году из Ленинграда после прорыва блокады. Данная экспозиция организована школой номер 1164 города Москвы и средней общеобразовательной школой номер 1 города Беслана в рамках программы «Школьный музей Победы». Программа «Школьный музей Победы», реализуемая Музеем Победы с 2019 года, объединяет уже более тысячи школьных музеев во всех 85 субъектах Российской Федерации. В течение двух недель мы предлагаем лучшим школьным музеям России представить здесь свою экспозицию. И должны сказать, что с каждой такой экспозицией мы открываем новые страницы истории для наших детей. За все время реализации этот зал посетило уже более 25 тысяч школьников и педагогов. В экспозиции представлены книги о летчиках, инструменты и предметы из госпиталя войск противовоздушной обороны, личные вещи школьников, ушедших на фронт, памятные марки и медали. Также среди уникальных экспонатов рисунки, фотографии и дневник девятиклассника Петра Сайгадачного, который героически погиб на Калининском фронте в 1942 году за несколько дней до 18-летия. Мы узнали, что существует вот такой проект. А так как у нас школа, мы ее даже называем школой-музеем, у нас 10 залов, такое большое объединение, школьный музей. Когда мы узнали о том, что такой проект запущен в Москве, конечно же, мы задумались, что можно принять участие. То, что от нас требовалось, мы продумали, как мы это сделаем. То есть у нас были преподаватели, которые работали в школе. Они ветераны Великой Отечественной войны, которые после войны вернулись и до последних дней работали в школе. В памяти героев будет жить в веках, а подобные экспозиции помогают прикоснуться к истории каждому из нас. Екатерина Матвеева, Андрей Челышев. Специально для Русского мира. Культурно-просветительский проект «Моя Россия. Музыкальное путешествие» приглашает всех желающих открыть страницы музыкальной истории и погрузиться в жизнь и творчество великих композиторов вместе с телеведущей Оксаной Федоровой. Наш проект «Музыкальное путешествие. Моя Россия» он уникальный, потому что это новая форма сохранения нашего культурного, исторического музыкального наследия. У нас замечательная палитра наших российских городов, которые хранят память о великих музыкантов, которые когда-либо жили в этих городах, творили, писали свои великие произведения, известные всему миру. И мы хотим рассказать и показать молодежи, познакомить их с классической музыкой, показать, что классика – это не скучно. Через музыку формируется любовь к национальной культуре и стране, гордость и бережное отношение к великому наследию прошлого. Помочь раскрыть красоту и многообразие музыкальной истории нашей Родины, от небольших городов до культурных страниц, призван телепроект «Моя Россия. Музыкальное путешествие», организатором которого выступает благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Я очень рад узнать, что появился фонд Оксаны Федоровой, потому что законы синергии работают, и чем больше людей талантливых, ярких, остроумных будут посвящать свою жизнь музыкальному воспитанию и просвещению, тем легче нам будет чувствовать себя вместе. Москва, Псков, Тверь, Курск. С этих городов началась работа проекта в прошлом году при поддержке Фонда президентских грантов. Московский выпуск был посвящен жизни и творчеству Чайковского, Прокофьева, Скрябина, Рахмайенова и Шаляпина. Съемка проходила в домах-музеях, на площади Большого театра, в Московской консерватории и на Ленинградском вокзале. Во втором выпуске Оксана Федорова посещает места музыкальной силы города, которые часто называют «Маленьким Петербургом» – филармонию, набережную, императорский путевой дворец, Тверской музыкальный колледж и две детские музыкальные школы. Здесь жили и творили русский композитор Модест Мусоргский, русский бриллиант Дарья Леонова, главный популяризатор русских народных инструментов Василий Андреев и не только. Третий выпуск погружает в красоты Пскова, одного из древнейших городов России. Путешествуя по самым знаковым местам своего родного города, Оксана Федорова раскрывает истории судеб римского Корсакова и великой пианистки Марии Юдиной, которые были связаны с Псковом и его культурными корнями. В основе четвертого выпуска «Наследие Сверидова» как ключ к пониманию звукового пространства Курского края. Особое внимание в программе уделено курским соловьям – Плевицкой и Суржикову. Петр Чайковский, Лев Толстой – это то достояние, о котором должны все знать. И я думаю, что вот такая пропаганда, она обязательно, просветительская работа, обязательно дойдет до сердец детей, взрослых, всего населения. Совсем скоро нас ждет продолжение путешествия и погружение в музыкальную историю двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо основного формата – съемки телепрограмм о музыкальной истории городов России, в каждом городе проводится творческая встреча с Оксаной Федоровой и концерт с участием юных музыкантов. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok